Я всегда прошу оператора, чтобы он снимал всё. Чем это обернулось для вас лично? Ну, это новый статус, безусловно. Причём не только вот в момент, когда эти часики закрутились. Первые информационные — это, конечно, много работы. Днём, когда мы возвращались, они находились, уоновцы, на бассейне, с коктейлями. В тот момент, когда тебе дают свет, электричество, ты не можешь постирать или что-то приготовить, потому что ты находишься на работе. В Франции нужно вот это, там, Италии нужно вот это. Они обречены, выходят? Я абсолютно уверена, что у Сирии всё получится благодаря таким союзникам, как Беларусь и Россия. Ну, всё совпало. Я из любой командировки смотрю на Беларусь широко раскрытыми глазами. И в МИД я уже просто стучусь вот так вот. А они говорят, так мы и этого человека знаем, кто в дневнике, так мы и сами вот с президентом работали. Я просто снимаю шляпу перед этим журналистом, перед этим автором. Даже те, кто хотел посмотреть на Протасевича, послушать Собчак, они все начали с Ивана Михайловича, я смотрю. Такая была дива наша Анастасия на этой церемонии. В моменте, находясь на Байконуре, было просто понимание того, что так, ещё один репортаж надо сделать. Ну, как это я здесь? Ну, надо ещё, 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 ещё. Там же ждут. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Скажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Татьяна Щербина. И сегодня наша гость, я корреспондент специальной телеканала «Первый информационный» Анастасия Бенедесюк. Добрый день, Анастасия! Добрый день, добрый день. Очень рада вас видеть. И вот когда я сейчас читала вашу должность, то до меня дошло, что у вас целый свой канал появился, да, у новостников Белтелерадиокомпании. Чем это обернулось для вас лично? Лично? Ну, это новый статус, безусловно, который нас, всех телевизионщиков, новостников, очень радует. С другой стороны, работы стало больше, но это нас, в общем-то, тоже радует, потому что, когда нет работы, ты увядаешь. Вот если нет этого темпа ритма и более того, вот когда был этот переходный период с 16 на 17 сентября, вот мы АТН, а вот первый информационный, я уходила домой в 4 утра, это уже было 17, то есть вот-вот запускаем, и в 4 утра подъезжало руководство Белтелерадиокомпании, чтобы запустить, потому что, ну, настолько все переживали, настолько все радели за вот этот успешный старт, что те, кто готовил материалы, они, разумеется, вот до раннего утра сидели здесь, занимались подготовкой, ну, а руководство, которое дало нам такую возможность, они, безусловно, не могли оставить свою команду и не присутствовать при этом самом начале. Причем не только вот в момент, когда эти часики закрутились, но и, конечно, заранее, чтобы посмотреть, что все хорошо, что команда в сборе, они подбадривали, были рядом, поэтому первые информационные, это, конечно, много работы, еще больше возможностей. Первый день эфира, 17 сентября, на новом телеканале стартовала и премьера вашего авторского фильма «Сирия глазами белоруса», так что для вас это была двойная премьера. Как все прошло? Вот как раз-таки его мы еще и домонтировали. У нас был такой нюанс, мы делали как такое полномасштабное, масштабное кино это, и графика у нас немножко не совпадала с графикой первого информационного «Ночь перед эфиром». Мы как раз-таки вот эти технические моменты подправляли, чтобы уже, в общем-то, дебют вот этот был таким, каким он должен быть. Но спасибо большое, что спросили сразу про этот фильм, потому что, ну, он такой, наверное, значимый, и мне кажется, что это одна из самых сложных работ, ну, в этом году так точно, телевизионным. Но не только этим. Я занималась 17 сентября, еще у нас был День народного единства, поэтому 17 сентября это был и фильм. Я делала прямые включения из Минск-арены, у нас выходили актуальные интервью, поэтому, ну, вот все телевизионщики просто отработали от и до и сделали не по одному материалу на этот день, а просто вот по максимуму. Что касается фильма, мы его планировали не к первому информационному. Разумеется, когда ты работаешь над каким-то проектом, хочется выдать его побыстрее. Ну, вот у меня такая история. Выдашь раньше, займешься побыстрее чем-нибудь новеньким. Но так получилось, что вернувшись из командировки из Сирии, было очень много оперативной работы. То есть нужно было работать и на новости, и поэтому с монтажом немножко затянулось, немножко затянулось с текстом. Поэтому вот оно так получилось, что вот нужно, наверное, так было, чтобы это было 17 сентября. Ну, это действительно подарок, двойная премьера для вас была. Анастасия, а вы сами вызвались в эту командировку? Сама вызвалась. И я так благодарна, что отпустили меня туда. Желание такое у меня появилось в мае этого года, когда я поехала встречать в национальном аэропорту Минска очередную группу детишек, которые приехали на оздоровление в Беларусь. И как-то я так к ним прониклась. Они какие-то такие были маленькие, беззащитные, но такие открытые и настолько свободно рассказывающие о том, что у них произошло. То есть вот есть девочка, которая, например, говорила о том, что вот у меня нет папы, я его потеряла на войне. И она об этом говорит, ну, вот как должное. То есть для нее это вот как я сходила там в школу сегодня и принесла десятку, например. Ну, не сравниваем, там, конечно, негативный, трагический подтекст. Но настолько это для них вот обычное дело. Это было первое, что меня подтолкнуло. Второе, у меня был еще один фильм по мигрантам, которых убивают на границе. И там тоже было достаточно много сирийцев. Я слушала их истории. Они все, как один, рассказывали о том, что вот у нас там дети, что мы хотим помочь, что мы хотим их перевезти или как минимум заработать денег, чтобы передать им. И вот оно как-то одно на другое наложилось. Я написала Сергею Александровичу Гусаченко, заместителю председателя, о том, что нужно, отпустите, молю практически. Вот так вот это было. Он говорит, ну, если, главное, чтобы это было безопасно, если там вас готовы принять, если вот меры безопасности будут соблюдены. И наш МИД, наше посольство Беларуси помогло с организацией. Ну, давайте небольшой отрывок посмотрим, с чем вам там пришлось столкнуться и продолжим. Здесь находятся два блока. Два здания одной школы. Это здание, оно было полностью заполнено школьниками. Второе как раз и открыли в начале событий. Только один год там учились дети. Потом все. Этот район Дамаска очень нуждается в школе. Здесь очень много людей. Он густозаселенный. Это ужас, что сделали террористы с нашей школой. До войны в Сирии было около двух тысяч школ. После войны осталось порядка 14 тысяч. К сожалению, огромное количество учебных заведений выглядит сегодня именно вот так. В здании напротив, например, сидели террористы, в свое время боевики, садисты. Они вылавливали людей на улицах Дамаска, отрезали головы. Об этом сейчас здесь неохотно говорят. И эти самые головы выбрасывали в подвал школы. Этот этаж был административным, а классы находились на втором и третьем этажах. Был спортивный зал. А в подвале, да, именно вот там, в подвале, был театр. В этих подземных тоннелях и прятались террористы. Это болезненное зрелище. Это страшно. Я плакал. Конечно, плакал. Три серии у вас вышло, Анастасия. Это тяжелое зрелище. Каждая тема какую-то раскрывает серия, как я поняла. Но смотреть иногда невыносимо. И что меня, ну какая мысль постоянно терзала, что 21 век, никакие международные институты не работают вообще. 60% населения страны на грани голода. И это никого не интересует. Я вам более того скажу. Я уже где-то об этом рассказывала. Отель, в котором мы жили, там жили в том числе и представители ООН. Но в то время, когда мы ранним утром выезжали на съемки, в обед заезжали просто, чтобы поменять батарейки, вечером возвращались уставшие, там ночью и так далее, все это время они находились в отеле. Днем, когда мы возвращались, они находились, ООН-овцы, на бассейне с коктейлями. И когда работники отеля видели, что вот съемочная группа, что мы идем с камерой, они очень настоятельно поторапливали нас, чтобы мы побыстрее подошли и не помешали отдыху вот этих людей. Поэтому представители вот этих организаций, они там есть. Но в чем их работа? Опять же, люди, с которыми мы общались в Сирии, они у нас спрашивали, какую компанию, какое телевидение, мы представляем какую страну, и просили о помощи в надежде, что все-таки белорусы помогут. Потому что когда подавали заявки в тот же Красный Крест, там очень много деток, которые пострадали. Есть дети, которые пострадали, может быть, и не от войны, а просто им нужна помощь. Потому что психологические особенности, физические особенности, ну, по рождению, им нужна эта помощь. Они обращались в Красный Крест, никто не помог. Более того, никто не помог даже продуктами питания тем людям, которые голодают. Они обречены, выходит, Анастасия, если им, ну, никто не хочет помогать, кроме Белоруссии, наверное, да? Белоруссия, Россия. Надежные партнеры есть у Сирии. Я с большим уважением отношусь к сирийскому народу. И Сирия, понятное дело, что это их люди, они делают всё возможное. Наверняка вы видели эпизод с вот этими карточками. Они ведь тоже были введены для того, чтобы помочь своим людям. Давайте посмотрим. У нас есть как раз фрагмент видео. Карточки на что ещё есть, кроме вот этих лепёшек? Что ещё можно приобрести? Может, может, покупать сахар, рис, масло, да. И чар только. Когда ввели вот эту систему в Сирии? Сколько лет уже так живёте? Давно. Да, давно. Раньше, до войны, мы не используем карточки, чтобы купить этот хлеб. Как делают те самые лепёшки или сирийский хлеб, мы тоже сняли. Абсолютно открыто, добродушно владельцы впустили в пекарню. На эти кадры, конечно, имеющему в доме всё больно смотреть. Но сирийцы и здесь только и говорили – справимся, всё выдержим. Это при том, что ведь до войны Сирия была процветающей страной? Абсолютно процветающей, которая есть и нефть, и, в общем-то, но она сейчас подконтрольна американцам, поэтому вот вроде в стране всё есть, и этого нет. Всё было, да. Я абсолютно уверена, что Сирия, и не один раз у них так было, что она встанет с колен. И я абсолютно уверена, что у Сирии всё получится благодаря таким союзникам, как Беларусь и Россия. Возвращаясь к тому, что делает государство. Государство по максимуму старается, что возможно. Но, опять же, было раньше гораздо больше продуктов, которые сирийцы могли получить от государства. Но сейчас и государство экономически не может себе позволить. Поэтому остался такой банальный, самый простой набор продуктов питания, перечисленный, к сожалению. Но вот эти хлебные карточки вспоминаются... Блокадный Ленинград. Ну, это на семью мужчина берёт шесть таких лепёшек, и это на день, потому что семья большая. И ещё зарплата, чтобы наши зрители ориентировались, кто пока не видел фильм, а мы на стоять на рекламе. 35 долларов примерно зарплата. Девушка, которую вы могли видеть со мной на экране, это журналистка информагентства. Она работает на двух работах, то есть она переводит новости, и плюс по ночам она рисует картины, разрисовывает здания, дома и так далее. У неё, по-моему, 35 долларов с двух работ за месяц. При этом у неё отец, который служил, он, к сожалению, инвалид, то есть всё это на её плечах. Ей повезло, что не нужно снимать квартиру, а это дополнительные затраты, то есть они живут в своём жилье. Жильё – это, конечно, отдельная история, потому что у них до сих пор, для меня это был шок, у них до сих пор перебои. Опять же, возвращаемся к тому, что у них есть нефть и так далее, но есть перебои с электричеством, и дают то самое электричество только несколько раз в день. Есть определённый график, причём этот график может не совпадать с рабочим днём этой семьи. То есть, условно, в тот момент, когда тебе дают свет, электричество, ты не можешь постирать или что-то приготовить, потому что ты находишься на работе. Поэтому там есть и печки, и чего там на самом деле только нет, и генераторы, но генераторы у тех, кто, конечно, может себе это позволить. И лёд у них вместо холодильника. Лёд вместо холодильника. Для меня это, честно, это самое такое было яркое для меня, ну и негативное вообще такое впечатление, когда мы просто на улице, я увидела вот мужчину, который вроде как добродушно так кинул взор на нашу съёмочную группу, я поняла, что можно идти задавать вопросы. Мы подошли, он начал рассказывать о своей жизни, а потом я понимаю, что мы же вроде как стоим возле какой-то торговой точки, ну условно, лавка, мужчина что-то продаёт. И я спрашиваю, что же вы здесь такое покупаете? Ну и что-то пилят. Я вообще предположить не могла, что в наше время могут продавать лёд на улице, причём это отдельная картина, когда ты видишь, что взрослый мужчина, у которого было всё, у которого были магазины, был дом, он свою жизнь отдал, ну и наверняка должен уже вот в таком почтенном возрасте иметь какие-то плюшки вот с той своей работы, а он, значит, вот так своими ручками, значит, отмеряет, насколько денег у него хватит на этот лёд и показывает, что вот мне сегодня вот столько отрежь. Или просто тоже вот картина была, когда этот же продавец этого льда, проезжающий мимо детишки на велосипедах, жара там сумасшедшая, 40 градусов, а то и выше было, вот в августе, детишки проезжают на велосипеде, понятно, им жарко, и он вот этот лёд, который подтаял, они прям подъезжают, открывают рот, и он им заливает этот лёд, ну как бы, ну, все мы люди, и с детей деньги не будешь просить, но всё это, конечно, картина просто. Но тем не менее, вот вы же много там гуляли, я смотрела, вот по сторонам люди живут, дети особенно, они играются, им весело всё равно, дети остаются детьми. Дети остаются детьми, более того, я с большим уважением отношусь к белорусам, которые там, я сейчас говорю про наше посольство, я с мамой была постоянно на связи, и мама переживала, ну как там у вас, как там, я говорю, мама, вообще всё хорошо, мне очень нравится Сирия, я, наверное, даже могу сказать, что Сирия — это моя самая лучшая командировка. В плане страны настолько она для меня открылась, и более того, дай бог, у них всё будет хорошо, я бы туда с удовольствием сгоняла и в отпуск, например, когда-то, потому что прекрасные пейзажи, прекрасная погода, климат, люди просто великолепные. И мама говорит, Настя, ну, наверное, может быть, дело не в стране, дело в том, кто рядом с вами, и кто вас сопровождает всё это время. И действительно, посольство наше окутало нас настолько, что первое время нам показывали храмы, нам показывали базары, и я говорю, ну дайте, я не понимаю, где вот эта воюющая Сирия, то есть Сирия, она и вот такая есть, с восточными базарами, где ходят женщины, мужчины, покупают себе что-то, где очень много народных умельцев. И всё это вперемешку с новостями о том, что где-то в Сирии что-то взорвалось, где-то прилетело в очередной раз. То есть, ну, люди, на самом деле, они живут обычной жизнью, при этом, я уверена, к сожалению, у каждого из них своя личная драма, вот, которая есть у них дома, но жизнь, она продолжается. Ну да, они на сегодняшний день это мученики все, это все, кто там живёт, поскольку обязательно каждая семья кого-то потеряла из близких. Но ещё и о результате, Анастасия, не скромничайте, он превосходный. Кто бы, если бы не вы нам напомнили, что в прямом эфире мы смотрели, как разгромили Пальмиру, да, и один из ваших экспертов говорит, что он не верил, что может быть такое в наше время, чтобы такой музей под открытым небом, да, поздняя античность был уничтожен на наших глазах. И никто, и мы про международные организации говорили, не реагировал никак на это, что очень страшно. И ещё там прозвучала от вас, по-моему, мысль, что заранее европейцы заказывали себе цинично эти ценности у террористов. Это правда? Это отдельная история, да. Вот этот мужчина, он, в общем-то, отвечает за всю музейную составляющую Дамаска, окрестностей, и, в общем-то, можно, наверное, даже сказать, и Сирии сейчас. И он рассказывал о том, что вот эти террористы-боевики, они приезжали со списком, условно, там, Франции нужно вот это, там, Италии нужно вот это. И более того, сейчас у сирийцев есть информация, в каких европейских музеях находится та или иная вещь. Но это же кошмар какой-то. Послушаем, что-то у нас есть отрывок об этом. А что из себя сейчас представляет Пальмира? Вот что от неё осталось? Пальмира – это одно из самых важных мест в Сирии. И могу даже сказать, в мире это подтверждает ЮНЕСКО. Там очень большие разрушения. ИГИЛ разбил и разрушил практически всё. Они взрывали храмы, они взрывали гробницы. Всё, что было характерно для этого места, разрушено. До того, как Пальмиру захватили, нам удалось некоторые экспонаты вытащить оттуда. Но там многотысячные экспонаты, которые или разрушены, или уничтожены полностью. Это катастрофа. Эти последствия войны. Они нацелились на нашу культуру, личности Сирии, сирийскую цивилизацию. Мне интересно, вот они, когда говорит эксперт, кого имеют в виду, и есть ли единое мнение в сирийском обществе о том, кто же ведёт против них войну? Абсолютно. И, собственно, мы говорим об этом постоянно. У сирийцев здесь такая же позиция и у конкретного мужчины, и у абсолютно всех. И более того, даже у тех людей, которых мы писали на улице, обычные сирийцы, они все тоже прекрасно понимают, откуда всё это пришло, зачем всё это нужно, почему их страна нужна, и что будет с ними, если в случае чего эти люди придут. Поэтому, да, безусловно, это европейские страны, это Запад. Более того, этот мужчина рассказывал, не чурались ничего. Им нужны были, по сути, ведь вот эти достопримечательности, скажем, ну, это такое слово, ценности, не отображающие ситуацию. И чтобы получить их, они абсолютно точно так же, как в эпизоде со школой, они абсолютно точно так же резали людям головы, брали в плен, в том числе и хранителя музея, очень долго они его пытали, и он, кстати, до сих пор, ну, вот, он, кстати, тогда и не выдал, где же хранится то, что так нужно было. Поэтому люди, они, ну, это, наверное, низкий поклон, даже при таких обстоятельствах, они оставались верны себе, оставались верны своей стране, и прекрасно понимали, кто в этот момент перед ними. И в зависимости от того, скажешь ты ему, где находится эта ценность, или не скажешь, итог, к сожалению, вот тех людей, которые были уже в окружении боевиков, он был очевиден абсолютно. Ну, а они принимают это, вот, мне показалось, что такая сквозная нить, что они согласны это перетерпеть, переждать, но оставаться в Сирии, то есть не потерять государство, да? Мне тоже так показалось, если честно. Я, может быть, даже отчасти удивлена, потому что, да, есть люди, которые уезжают, бегут, и, ну, это тоже понятно и очевидно, и это признаёт и правительство Сирии, хотя здесь тоже такой нужно понимать очень важный момент. Те же хлебные карточки, о которых мы уже рассказывали, они даются только тем людям, которые в стране. Если твой родственник бежал из-за страны, то эти лепёшки хлебные ты должен покупать уже по полной стоимости. То есть здесь тоже есть такой нюанс, то есть всё-таки для них это люди, которые бежали. С другой стороны, они признают, что насколько опасно, особенно там в определённое время было в Сирии. И те, кто возвращается, их сейчас на самом деле тоже очень много. Сирийцы готовы ждать, у меня сложилось такое впечатление. Они прекрасно понимают, и опять же, когда вот Россия настолько близка стала к сирийцам, когда российские военные вступили на сирийскую землю, ну, стало очевидно, что, в общем-то, всё будет нормально, всё будет хорошо. Возможно, ещё чуть-чуть потерпеть. Но опять же, в то время, когда мы были в Сирии, ну, не нужно думать, что там постоянно война, там стреляют и так далее. Ну, нет, абсолютно спокойная, обычная жизнь. Единственное, что, безусловно, когда ты едешь, ты видишь эти разрушенные здания. Но эти разрушенные здания не с сегодняшнего дня и даже не этого года и не прошлого. Это вот 11-й, 17-й, вот активная такая фаза, когда была. Поэтому понимание того, что всё уже наладилось, оно есть. С другой стороны, опять же, в тот момент, когда мы были в Сирии, по Ливану шли серьёзные обстрелы. Это посольство, которое белорусское отвечает за Сирию, они ещё и за Ливан, и за Иорданию. И, безусловно, вот эта близость, они, разумеется, отдают себе отчёт о том, что может снова полыхнуть и у них, и в таком же масштабе. Может быть, в масштабе куда серьёзнее, чем было в то время, потому что всё это близко, всё это рядом. Ну, конечно, снимаем шляпу перед теми, кто остаётся в стране, несмотря на все ужасы, которые там происходят уже 13-14 лет, будем так говорить. Прервём всё ненадолго. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал «Скажи, не молчи». Подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи. В эфире снова «Скажи, не молчи». И сегодня у нас в гостях корреспондент специального телеканала «Первый информационный» Анастасия Бенедесюк. Ну, судя по тому, какой объёмный получился фильм и содержательный, вы не один день провели в Сирии. Сколько вы там находились? Мы провели неделю, и здесь, на самом деле, такая простая в этом история. Может быть, было бы и меньше дней, но мы летели через Москву. Прямой рейс из Москвы до Дамаска — это один раз в неделю. Туда летишь в среду, обратно возвращаешься в четверг. Вы уже говорили, что в отеле был бассейн, где отдыхали представители международных организаций. То есть с электричеством, с какими-то благами цивилизации в отелях всё хорошо? В отдельных отелях. В отдельных отелях — да. По поводу безопасности. Война же продолжается де-факто? Я ничего не почувствовала опасного, но, опять же, потом посол Юрий Олегович Слука, он сказал, что вы ничего не видите, происходящего вокруг, потому что просто с вами люди, которые за вас смотрят в оба. Безусловно, мы там одни не передвигались по городу или там, когда выезжаешь в другой город, но и не во все точки мы смогли попасть. Разумеется, нам хотелось попасть и в Латакию. Детишки оттуда приезжали к нам на оздоровление и в какие-то другие регионы. Но есть регионы, которые до сих пор находятся под оккупацией, где до сих пор не государственные военные охраняют эти населённые пункты. При этом я вот здесь сразу такую ремарку сделаю, и что очень важно, государство и эти регионы не бросает это к разговору о своих людях. И, например, в тот момент, когда мы там были, в стране проходили экзамены, государство взяло на себя подвоз детей из вот этих регионов, оккупированных в безопасные места, чтобы они сдали экзамены и возвращают их туда, потому что всё-таки там их дом, люди продолжают и там жить. Более того, государство, учебники и прочее, они всё туда возят своё. Они платят зарплаты тем учителям и тем медикам, которые продолжают работать. Но из этого мы делаем вывод, что власть сирийская нынешняя, она делает ставку на детей, да, они всё-таки надеются выбраться из этого кризиса, и они очень сильно уделяют внимание их воспитанию. Ну и дети, в общем-то, бывают и у нас в гостях с 2017 года по инициативе Александра Лукашенко. Сотни сирийских детей приезжают в Беларусь на оздоровление. И, как мы поняли из вашего фильма, это поощрение для этих деток, да, и дети мечтают побывать в Беларуси? Да, сейчас это поощрение. Ну, потому что детишки, ну, есть разные группы. Есть детишки, которые вот олимпиадники, ну, там реально такие умные, толковые, классные, хорошее будущее сирийского народа. Это часть поощрения. Есть детишки из детских домов, где, например, кто-то уже бывал в Беларуси, ну, и вот как выбрать? Ты, Маша, Петя, Галя едешь, а вот там Серёжа и Андрей, например, не едут. Ну, ты же так не скажешь. И поэтому уже сами преподаватели, воспитатели, они им говорят, что вот съездили, вот рассказывают, там хорошо, там классно. Вот учитесь хорошо, и мы вот по итогам учебного года определим вот там этих 20 человек, там 30, ну, сколько нужно будет. И вот самое лучшее поедут. Детишки тоже об этом всём рассказывали. И вплоть до того, что они реально жили вот этой мыслью весь год, чтобы есть те, кто приехал второй раз, ну, потому что, ну, приложил максимум усилий, и это просто, ну, гордость за вот этих детишек. И есть детишки, которые специально учат русский язык, чтобы здесь было комфортнее общаться, потому что все эти смены, они белорусско-сирийские, сирийско-белорусские, как угодно, то есть дети общаются между собой. Понятно, что детям, может быть, и язык не нужен, они футбол могут и без знания языка гонять друг с другом. У нас есть классная такая программа, об этом тоже рассказали в посольстве. Сирийские ребята могут поступать в белорусские вузы, и посольство определяет этих детей, то есть нужна заявка. Но важный момент, чтобы учиться в Беларуси, это знание языка. Поэтому многие дети, будучи единожды у нас, всё это просекают, скажем так, ну, как люди умные и понимающие, и знающие, что им нужно думать о своём будущем. Они это точно понимают и всеми в 12 лет, ну, о том, что им нужно вставать на ноги, о том, что вот нужна помощь родителям и так далее. Они начинают учить язык, поддерживают контакт с представителями посольств, дипмиссий, с белорусами, в надежде на то, что вот всё-таки у них всё получится. Ну, они и в фильме так говорят, как маленькие дипломаты. Мне запомнился маленький сириец, у которого выбрали интервью здесь, в Беларуси. Давайте послушаем, как он рассуждал. В Сирии были очень плохие обстоятельства. Я желаю ей только хорошего. Война и санкции уничтожили детство. Но, слава богу, у нас есть друзья в Минске и Беларуси, которые нас приглашают, дают нам возможность развиваться, отдыхать, лечиться, чтобы мы набирались сил и возвращались развивать свою страну. Ты говоришь, как взрослый, как настоящий дипломат. Говорить такие вещи может только человек, который пережил это всё. Я осознал жизнь, потому что прожил тяжёлые обстоятельства. С годами, конечно, легче. Из-за дружбы с нашими дорогими друзьями из разных стран, в том числе Беларусь, которая поддерживает нас. Этот жест президента Беларуси нам очень приятен. Это настоящий знак дружбы. Вот этот парень, на самом деле, он меня тоже очень сильно впечатлил. И более того, он когда начал излагать свои мысли, я по-другому не могу сказать, он излагал свои мысли так, что я несколько раз уточняла у переводчика, а точно ли это сказал парень? Или это такой художественный перевод? Казалось, что нет, это вот этот парень. Ну и даже объективно можно сказать, что это будущие дипломаты. И с такими напутствиями их отправляли из Сирии в Беларусь. Как раз таки, что вот через вас беларусы будут узнавать о Сирии. После вашего возвращения о Беларуси будут узнавать сирийцы. Поэтому вы будущие дипломаты. А тут ещё всё совпало. Я ещё хотела спросить про консультанта по Сирии. У вас был оператор телерадиокомпании. У нас есть телеоператор прекрасный, который снимает постановочное классное художественное кино. Он работает в студии. Сейчас уже на первом информационном. Тамер Малак, он сириец. То есть я ехала в эту командировку, и потом такая, ой, у меня же есть знакомый. Я написала ему, мы встретились вот здесь на БТ, в кафешке. Я говорю, Тамер, мне очень хочется, чтобы... Ну, это была не какая-то историческая справка о том, в каком году что произошло. Очень хочется просто рассказать о Сирии. Вот дай какие-то такие наводки на то, на что стоит обратить внимание. И если честно, он мне очень помог. Потому что то, о чём он мне говорил, и о чём потом я уже там интересовалась глубже, мне было очень интересно всё это. Более того, у него я узнала и об этих карточках, и о электричестве. И потом я уже вот начала копать. Кроме того, ну, это тоже как такой показатель. Вот он сказал о том, что реально зарплаты там очень маленькие. И поэтому сирийцы, которые уезжают, он не стал исключением. Безусловно, помогают своим близким, помогают своим родственникам. То есть, условно, для живущих в Беларуси и зарабатывающих здесь, 100 долларов отправить своему близкому, это не ощутимо для кармана. А для тех людей, которые живут там, ну, это... У тебя есть понимание, что человек будет накормлен, что у него будут банальные вещи, необходимые для жизни. Но это в пять раз выше, чем средняя зарплата. Вот и всё, да? То есть простая арифметика. А он здесь, чтобы помогать родственникам? Нет, он здесь, чтобы жить. Я бы так, наверное, сказала. Он здесь, чтобы жить. И более того, у него это прекрасно получается. И, наверное, благодаря и таким трудолюбивым сирийцам, как вот этот телеоператор, у меня вот такое отношение в том числе и к Сирии. У него здесь семья, у него жена, у него здесь дети. По-моему, он даже многодетный папа. И совсем недавно он получил ещё и белорусское гражданство. То есть, ну, это вот к разговору о том, что есть, не знаю, сирийцы, афганцы, люди там из Ирака, Йемена, Марокко, откуда угодно, которые едут в Европу, куда их так звали. Мы говорим о Европе, понимаем, Германию условно, Беларусь тоже Европа, но Тамер выбрал Европу Беларусь. И я уверена, что он не прогадал, потому что здесь, ну, абсолютно для него есть возможности и для самореализации, и для жизни, и для рождения детей. А вы сами какими глазами посмотрели на Беларусь, уже вернувшись вот из этой командировки? Я из любой командировки смотрю на Беларусь широко раскрытыми глазами. Вот правда. Ну, все, наверное, так относятся. И журналисты, и не только журналисты. Домой всегда хочется. Наши поля, наши красивые, ухоженные, наши маленькие домики или высотки, неважно, но во всем этом есть уют. Хочется вот всегда после командировки домой, на мамин борщ, на какие-то вкусные котлетки. Не хочется что-то изысканное. А как же драники? Драники. Словно драники, хочется драников. Поэтому на дом всегда смотришь. А знаете, еще очень приятно смотреть на дом, находясь в Сирии, и слыша о своем доме очень теплые слова. Очень много там людей, которые отзывались о Беларуси, которые были в Беларуси, которые знакомы с белорусской политикой, знакомы с белорусским президентом по делам белорусского президента. И там тоже очень приятно слышать теплые слова, потому что те люди, они точно, наверное, понимают и знают, что вот в этом ценность. Ценность в том, что у нас вот здесь есть в Беларуси. И далеко пошла слава, что ли, о белорусской медицине, как я поняла. Вот у вас была героиня, которую случайно девочку обнаружили, у нее опухоль. И вот все время, пока была ее группа 200 с чем-то детишек здесь, она лежала у нас в РНПЦ. Да, у девочки обнаружили онкологию. Это, конечно, отдельная история. И вот это говорит о том, что мы не просто берем детей, вот вам оздоровление, вот вам санаторий на две недели, и вот слава у нас о Беларуси, на весь мир, о том... Поставили галочку, сделали доброе дело. Да, абсолютно не так. Абсолютно все дети, которые приезжают в Беларусь, они проходят медицинское обследование и обходят его максимально глубоко. Настолько глубоко, что девочка, у которой просто болел живот в свое время, не было медикаментов, чтобы как-то снять эту боль, обнаружился рак. И, опять же, по поручению, разумеется, сообщили сразу главе государства. Понятно, что и без решения главы государства наверняка бы белорусы прооперировали, но сказать об этом нужно было, потому что это была первая группа сирийских детей, это 2017 год. Ну и вот как просто ребенка положить, прооперировать. Разумеется, президент дал поручение связаться с родственниками, которые были на тот момент в Сирии. Ну и решение единогласное было у всех абсолютно оперировать, оперировать максимально быстро. Это девочка со сложнейшей судьбой. На ее глазах убили ее отца, который пытался защитить свою семью, когда увидел, что входят боевики. Ее брата и маму взяли в плен, потом всех женщин убили уже в плену. Девочек там насиловали. Ее младший брат, он уже там был с серьезнейшим просто ранением. Опять же, когда вот эти взрывы, пальба, я уж не знаю, что там именно происходило, но осколком прилетело в глаз этому мальчику, он ослеп. Со всем этим столкнулась одна просто маленькая девочка в 2011-2012 году, у которой потом в 2017-м еще и обнаруживают опухоль. Поэтому Беларусь для нее была таким большим подарком. И она с такой теплотой вспоминает. Она настолько трепетно говорит о президенте и говорит, что не первый раз уже, когда приезжают белорусы и интересуются ее судьбой. И она очень просила, я уж не знаю, может быть, в вашей программе, может быть, в вашей телезрителе, министры, врачи, да кто угодно. Она очень просила, чтобы посмотрели ее брата. Более того, с тех пор, как она вернулась в Сирию, ну нет у них той медицины, нет у них тех возможностей, чтобы посмотреть, все ли в порядке. У них дети пока занимаются медициной, к сожалению, потому что взрослые убиты или убежали, а сейчас это интерны. И она очень просила, она бы очень хотела приехать и сама, во-первых, обследоваться, и чтобы брата ее посмотрели. Ну а вдруг еще что-то можно сделать? К сожалению, у нее нет знания языка. Безусловно, наше посольство бы оказало всю необходимую помощь, все, что от них зависит. Это девочка, которая не могла даже закончить школу. Чтобы получить аттестат, диплом, нужно подтвердить, что ты знаешь необходимое знание, что они у тебя есть. Родители, которые могут выделить определенную сумму денег, они нанимают репетиторов. Ну не знаю, в какой там форме, как это у них происходит, ну наверняка какие-то вот эти деньги, минимальные даже. Но конкретно этой девочки у нее даже этих средств нет, потому что она осталась, по сути, на шее у старичка, я скажу так, у взрослого мужчины на пенсии, у которого и пенсии, я не знаю, выплачивают ли там пенсии, к сожалению, не спросила. Ну наверняка, но если им хватает на еду, дай бог, это уже хорошо, поэтому нет возможности не получить образование, нет возможности выучить язык, нет возможности приехать в Беларусь, купить самой билет до Москвы, из Москвы в Минск. Нет возможности этой просто физически. И в тот момент, вы знаете, у меня такое пустошение, то есть мы вот сейчас можем свободно передвигаться. Да, не можем там, например, в Европу, ну и бог с ней, да, но в принципе мы свободны в передвижениях. А я понимаю, что вот есть определенные люди, в частности вот эта девочка, которая, какое бы сильное у нее желание не было, какая бы она хорошая не была, какая бы ей помощь не нужна была, но она в принципе не может собрать деньги просто на то, чтобы переехать из города в город, например. Какая у нее судьба дальше, я надеюсь, может быть, нас услышат. И знаю, что самое приятное было, что она ведь не о себе. Да. Она все время о братике просила. И это так, ну, меня ее настойчивость тоже очень покорила. Еще поговорим немного об этих фильмах, которые довелось снимать тебе на границе. Это не люди. Мы там рассказывали о польских и латвийских пограничниках, и литовских, которые, ну, к сожалению, не только избивали, но даже доказаны уже в случае убийства людей. Я так понимаю, Анастасия, что Сирия не станет конечной точкой. Много мест, где хотелось бы побывать, но не с точки зрения, чтобы поставить там галочку опять же, а с точки зрения рассказать вот эти человеческие истории. Потому что знакомясь с этими людьми вот опять же на границе, ну, ты не прочувствуешь. Ну, такой темпоритм у нас, к сожалению. И даже общаясь с ним на границе, с этим человеком, ты не поймешь всю его боль и все, что пережил этот человек. Не поймешь вот его семейную драму. Поэтому, безусловно, и к Сергею Александровичу я уже ходила, и в МИД я уже просто стучусь вот так вот. Но основной вопрос — это вопрос безопасности. Мы прорабатываем еще варианты, я надеюсь, что все получится. И, знаете, еще вот касаемо вот этого фильма про границу, в тот момент, когда я там снимала, работала, может быть, телезрители, если не смотрели, ну, и вполне вероятно, поток сейчас у нас такой материалов. Я вот скажу, они ведь сейчас не только собак натравливают, они ведь сейчас не только дубинками избивают, и не только стреляют. Там были у меня женщины из Демократической республики Конго, такие достаточно тучные, взрослые, у которых на родине были дети, которые тоже в поисках вот этой лучшей жизни, и их, значит, пограничники латвийские. Они придумали новое такое издевательство, они электрошокерами между ног женщин, и вот таким образом над ними измывались какое-то время. Измывались настолько долго, что в момент нашего интервью женщины даже не могли подняться. Они просто вот постоянно сидели на земле и ждали медицинскую помощь, пока, опять же, наши белорусские врачи не приедут, чтобы оказать помощь вот этим людям. Поляки, это вообще просто, если честно, какой-то кошмар, и вот эта неделя началась с очередной новости. Они теперь хотят еще и заминировать вот участок границы. И граничную территорию. Да, то есть это о чем говорит? Заминировать... Ну, вряд ли они думают, что Беларусь будет наступать. Это очередное издевательство над этими беженцами-мигрантами. Только сейчас не они нелюдями будут выглядеть, а просто люди там попали, разорвались на этой мине. Это кошмар какой-то. Тех иммигрантов, которых вы позвали, страны, которых вы довели до того состояния, которое мы видим, к сожалению, и теперь вы их пытаете электрошокером. Ну что, как тут? Нелюди, одним словом. Прервемся ненадолго. После небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи». Все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1» и на сайте news.by. В эфире снова «Скажи, не молчи» и наше гостье сегодня единственный журналист Беларуси, которая листала тетрадь президента Анастасия Бенедесюк. Очень приятно. Скажите, как вам попала в руки эта тетрадь? Редакционное задание, которое совпало, наверное, с моим репортерским желанием все потрогать, все посмотреть. Стало известно о том, что губернатор Могилевской области презентовал рабочую тетрадь президенту. Спустя долгое время он ее хранил. Ну и рассказать о тетради, просто рассказать о тетради, это, конечно, скучно. И здесь спасибо пресс-службе, которая откликнулась и вообще постоянно откликается на все вот эти желания «а дайте-ка зайти, а дайте-ка посмотреть» и более того «а дайте-ка потрогать» это все. Когда я приехала во Дворец независимости, Наталья Николаевна Эсмант, она говорит, что я сама еще полностью не изучила, поэтому вы уж тут аккуратненько как-нибудь. И пока шло какое-то мероприятие, официальная встреча у главы государства, пресс-служба была занята этим делом, все журналисты президентского пула внимательно слушали, смотрели и наблюдали. Я в пресс-службе тихонечко изучала и более того делала фотографии. Я сначала изучила эту тетрадь. Хочу сказать, что почерк у президента отменный. Все почти все понятно. И более того, вот я, например, смотрю свою рабочую тетрадь, дневник и так далее, хотя мы сейчас редко что-то пишем. У меня почерк вот так, вот что-то все перечеркнуто, перемазано, страничка там чистая, страничка написанного, ну вот у меня вот так. А там настолько строчка к строчке, настолько все внимательно. Более того, определенные фразы подчеркнуты. Восклицательные знаки там, где нужно обратить внимание на какой-то вопрос, например. Мало было просто изучить тетрадь. Я поехала, значит, на родину президента, искать тех людей, чьи фамилии были в этом дневнике, скажем так, либо те населенные пункты. И какая удача просто журналистская была, когда вот просто первые люди, к кому вот подходишь, а они говорят, так мы и этого человека знаем, кто в дневнике, так мы и сами вот с президентом работали. А мы вот вообще, по-моему, из Туркменистана или из Таджикистана, мы вообще вот тогда приехали, мы были переселенцами, так президент же тогда, как руководитель совхоза, нам дом дал, а мы вот были доярками. А он вот увидел, что мы бидоны носим на плечах, говорит, ну как это так? И дал там нам телегу с лошадьми, например. Это не журналистская удача, это везет тем, кто везет, Анастасия, поскольку даже с сирийским фильмом, если к нему вернуться на минутку, вас впечатлила девочка в аэропорту, и точно так же вы эту девочку потом встретили в Сирию. Шанс был один на миллион, но именно с ней. Ну поэтому вот такие мистические истории с вами случаются, потому что вы работаете. Совсем недавно у нас в гостях была первый космонавт суверенной Белоруссии, Марина Василевская. Мы вместе с ней вспоминали ваши репортажи с Байконура. Давайте посмотрим эти исторические кадры. Смотрим запуск ракеты СССР. Делатируем карабан. Прошла автоматизм, отмена пуска. Отбой. Как вам далась эта командировка? Волнительно было? Я уже даже забыла, если честно, что это было в этом году. Настолько насыщенно. Волнительно было. И вот эти кадры волнительные. Это ничего не постановочное, что я там с телефоном. Я всегда прошу оператора, чтобы он снимал все. Я там на монтаже уже разберусь как-нибудь. Твое большое дело, благородное, высочайшего класса. Нажать кнопку и снимать все, что происходит. Вот здесь случилась та же история, и слава богу, это все записано. Волнительно было, особенно в тот момент, когда не случился пуск. Волнительно было, потому что было, во-первых, непонятно, а что дальше. А случится ли это? Мы так к этому готовились. Мы так ждали этого. Ну, такой сумбур был, и было непонятно, почему это случилось. Потом уже пришло осознание, что слава богу, что это произошло на земле. Что, в общем-то, все готовы, что Марина наша просто там с пульсом каким-то была нереальным. Как будто бы вот хоть в тот момент ее еще 10 тысяч раз скажи остановка, а потом запустишь ее, и все будет точно так же. Это потом уже стало ясно. А в тот момент, особенно когда звонят из Минска и говорят, ну, нужно что-то в эфир. Встань, что-нибудь скажи. А информации ноль, мы же не знаем еще ничего. Но здесь, опять же, я хочу еще сказать по поводу моей коллеги Ани Квилория, которая тоже там работала. Я просто снимаю шляпу перед этим журналистом, перед этим автором, потому что, вот, казалось бы, да, Доброй Раницы, Беларусь, развлекательная программа. Но это не развлекательная программа. Это программа познавательная, это программа просто стойких людей. Просто съемки часовые, ночные монтажи. Этот просто вот характер. Ну, мне кажется, что и Аню, если в космос запустить, в тот момент тоже было бы все хорошо. Такая ремарка, просто благодарность вот той команде, которую мы друг друга поддерживали. В тот момент волнительно. А в остальном, наверное, потом пришло понимание, что почетно было вот там быть и рассказывать. А в моменте, находясь на Байконуре, было просто понимание того, что так, еще один репортаж надо сделать. Ну, как это я здесь? Ну, надо еще, 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 еще. Там же ждут. А потом я приехала, я вам расскажу. Мне было так приятно слушать своих коллег, которые говорили, что вот мы смотрели. И более того, Алексей Кондратенко, журналист первоинформационного уже, он даже стих написал. И настолько его впечатлил, во-первых, и полет, и Марина Василевская, и Олега Новицкого, и работа телевизионщиков. И потом уже пришло осознание, что все это было незаметно. Да, у нас было здесь полное ощущение, что они тоже побывали в космосе, правда. Настолько плотно вы там работали. А мы бы отправились, я вот вам честно говорю. Если бы вы вот в тот момент сказали, что Марина вот сейчас, пока ее еще не выводят из ракеты, вот здесь по соседству стоит, Марина полетит. Да-да-да, вот сейчас мы тут кое-что подправим. Ее нельзя туда выпускать, к примеру, да? Вот нужно, ну, тоже девушку, к примеру. Ну, я думаю, мы бы пошли. Я думаю, да. Ну, мы волновались, Настя, на телевершину. Именно за серию этих репортажей, по-моему, вам статуэтку и вручили. Это было в этом году, напоминаю, если вы случайно забыли. Вот такая была дива наша Анастасия на этой церемонии. И когда вручали вам статуэтку, вы говорили в своей речи, что приятно, что инфоповод, наконец-таки, какой-то человеческий по отношению к Белоруссии. Ведется информационная атака беспрестанно, мы отбиваемся. И, ну, как бы всегда понятно, что это какой-то, ну, такой, френемис, есть такой термин, дружба, вражда, да? А здесь чисто гордость за страну, да? И какая классная команда же там была. Белорусска, белорус-россиянин, к примеру. Белорусского происхождения. Белорусского происхождения. Американка, как оказалось, тоже прекраснейшая, в виде девушка, которая на пресс-конференции рассказывала, что им, насовцам, можно с собой брать, к примеру, косметичку, и что она готова с нашей чудесной красавицей и без любого мейкапа Марины Василевской поделиться в случае чего. Более того, я была тем журналистом, которая ради вот этого фильма получила первое видеоматериал, то есть не видела еще ни Академии наук, ни Марина Василевская, никто не видел отснятый материал на МКС. И я смотрела, как Марина, значит, летала красиво и взлетала в гости к американцам. И как они добродушно, доброжелательно были не против, чтобы она показала, рассказала, как устроено все на МКС. Поэтому в космосе, наверное, точно мне так хочется верить. Нет границ. Нет границ и есть какая-то человеческая дружба, о которой мы так давно мечтаем. Но накануне избирательной кампании понятно, что инфоповодов будут подбрасывать нам наши оппоненты много и не совсем приятных. Готовы ли вы, Анастасия, к этой атаке очередной? Я готова. Я даже не знаю, что здесь добавить-убавить, просто готова. Все, что от меня будет зависеть, я готова сделать. О чем нужно будет рассказать и в какой момент в эпицентре чего нужно будет быть, готова абсолютно. Более того, я абсолютно верна себе буду в этот момент, потому что, в частности, на этой неделе все мы наблюдали, лицезрели. Ксения Собчак брала интервью у Романа Протасевича, а потом подключился Григорий Озаренок. Я посмотрела это интервью, и я хочу сказать, что позиция Григория мне очень близка. Особенно она мне близка, знаете, в сравнении с позицией Протасевича в моменте интервью. Как по мне, он недостаточно ценит и любит то, что имеет сейчас. Он плавает в своих позициях. Позиция Григория, у которого на все есть аргумент, и более того, этот аргумент созвучен его внутреннему миру. Кажется, у любого белоруса так, у нашего белоруса, у своего белоруса. Вот мне это близко, а вот к таким, как к Роман Протасевич, ну это мое субъективное мнение. Скажи, не молчит, называется программа. Вот я скажу, что присматривать, мне кажется, стоит. И в каких водах плавает интервьюер, тоже еще непонятно, да? Абсолютно есть вопросики. И знаете, здесь особенно мне было приятно. Я когда включила на Ютьюбе это интервью, реклама, сразу была заставка. И первая реклама — это интервью Ивана Михайловича Эйсманта в вашей программе. Ура! Поэтому, в общем-то, даже те, кто... Это успех. Даже те, кто хотел посмотреть на Протасевича, послушать Собчак, они все начали с Ивана Михайловича Эйсманта. Это прекрасно, что алгоритмы Ютьюб начинают ценить качественный контент. А мы, Анастасия, очень ценим наше с вами общение. В прошлый раз вы нам обещали, что никогда не смените репортерскую профессию свою на студийную работу. И остаетесь верны этому принципу. За это мы вас любим, ценим. И не только мы. У вас высокие награды есть от государства. У вас есть то, чего ни у кого нет. Мы уже обсудили. Тетрадь, фото-тетради рабочего президента. И надеемся, что в следующей нашей встрече еще много открытий от вас чудных мы услышим. Но от студий не отказываюсь, потому что студии на Первом Информационном, они уж слишком красивые, они очень уютные. Поэтому, если честно, и туда хочется. Это правда. Это правда. Это телегеничные студии, как мы их уже здесь окрестили. Татьяна Щербина, Виктория Попова с вами на сегодня прощаемся. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Анастасия Бенедесюк. Это неделя посвящена родительской любви, поэтому неизменно, наверное, мне хочется обратиться к белорусам, обратиться к телезрителям и сказать, не забывайте те места, откуда вы родом, не забывайте своих родителей и почаще им звоните не только в праздники, но и просто вечером рассказать, как прошел ваш день. Ну и обязательно поинтересоваться, как прошел их день. И пользуясь случаем «Мама, папа, привет» и с вашими праздниками. Анастасия, у нас не рабочая тетрадь, у нас рабочая картина, где наши гости оставляют свои пожелания и зрителям, и нам, и автографы. Вы выберите себе место и оставьте что-нибудь приятное. Пространства много, но я выберу вот эту часть и напишу «Не забывайте корни». Редактор субтитров А.Семкин